Я председатель ОСМД Северной Звезда 1. Мы создали ОСМД в августе 2012 года. Взяли с реестра, государственного реестра, выписку, где других собственников не было. Приняли мы по акту приема передачи с ЖЭКа Добробудсервис. В акту приема передачи мы приняли крышную, котельную, техэтажи, лестничные клетки и подвальные помещения. Еще и земельные делянки. 29-го, 10-го, 15-го года нам принес товариство Парус Плюс свидетельство о право собственности. На каком основании его выдали, мы до сих пор не знаем. Потому что мы брали его в вытех в 2014 году, и в нашем вытехе в 2014 году тоже других собственников не было. На право собственности чего? У него не подвальные помещения, а цокольные помещения. Технический паспорт товариства Парус Плюс и наш БТИ не совпадает. Ни по квадратным метрам, ни по тому, что... А когда у них сделан этот технический паспорт? В каком году? В октябре 2015 года. А у вас когда был? А у нас в 2009 году, когда сдавали... Застройщик Гарант. Застройщик Гарант передал по акту приема передачи ЖЭП «Северная звезда», потом Добробудсервис, а потом по акту приема передачи приняли мы. Ну что, дальше я управляющая «Северная звезда 2», это дом 2.6, корпус 2. Ну что я хочу сказать, что организовали летом 2012 года мы свое СМД по всем законам. Мы не шли окольными путями, нигде не искали знакомства, создавали сами, писали согласно законам уставу СМД, где четко написано, что никого, кроме нас, собственников, этого всего нет. Мы потом законно оформили землю в аренду и славно ее платили. И потом, в конце концов, у нас проблемы получаются, что мы содержим эти подвалы, там все наши коммуникации. Это вода, помпа, это канализация, это электрощитовые счетчики на электричество, это шахты, наши лифтовые шахты и все остальное. Мы содержали в полном порядке. Начался дом строительства, вот этот, шестой дом. Начались у нас проблемы с подвалом. Он начал водой набираться, мы начали его осушить. Мы столько сил и здоровья вложили в этот подвал. Нам нужен он, этот подвал, а у него написано, у Парус Плюс, который приватизировал его, в Соколь, в Сокольном помещении нет как такового. Не по всем документам, не почему, но это и есть, говорят, подвалы. Но на самом деле у нас такого помещения нет. А вы как-то общались с этим Парус Плюс? Мы с Парус Плюс, вот, может сказать, наш адвокат, не общались. Еще не общались. Ну, а кто-то приходил, что-то... Нет, я лично общалась. Я лично общалась с Алексеем Алексеевичем Пилипасовым. Он там, это его. Который предоставил нам документы. Именно бизнес-реал. Его фирма содержит этот рынок. И он здесь бывает, и я лично встретилась с ним. И он сказал, что он собственник, потому что он был заказчиком на это строительство. И от гаранта, от застройщика. Он имеет право на 10% квартир и всего движимого, и все его движимое и недвижимое. Вопрос такой, где вы были до октября 2015 года, а мы уже четвертый год работаем. А он говорит, ну, чтобы не платить налоги, в общем, пока это... А его сейчас якобы заставили оформить эту собственность, потому что все должны платить налоги за недвижимое имущество и так далее. Но не знает. И он предложил нам три варианта выхода. Говорит, купите у нас. Я говорю, хорошо, продайте нам за одну гривну. А сколько он хочет? За одну гривну. Он говорит, должна прийти независимый эксперт оценить, и вы должны 15% заплатить. Я говорю, пусть даже в 10-20 миллионов оценивает. А собственник имеет право поставить свою цену. Вы хотите сделать доброе, делать... И вот вы же голосовали за вас. И вы прошли в нашу мэрию. Я говорю, ну, сделайте доброе дело. Продайте нам за вубы. Чисто символически. А ну, наши будут навсегда. Он говорит, смешные. Нет. Говорит, пусть кто-нибудь меценат с вашего дома купит у меня отдельно. Или еще мы можем вам предоставить на 2 года 11 месяцев на бесплатное пользование, чтобы не вы не платили это. Мы не платим за это налогу, потому что мы бездоходная организация. И мы не платим налоги. Ну, и если он нам на 2 года 11 месяцев даст, то он тоже не будет за это платить налоги. Но он же в любую секунду может передумать. И нас не устраивает. Нам нужны эти помещения для обслуживания дома. И больше там ничего. Там никаких контор нет, никаких организаций, ничего, никакого производства. Никто. Там просто пустые территории с коммуникациями для того, чтобы наш дом получал все удобства.